Далеко не все балаковцы могут похвастаться тем, что управляющая компания обслуживает их дома, как положено. На счету дома нет денег. Обычное оправдание для того, чтобы не делать ремонт в подъездах, не вставлять окна и не чинить перила. Жильцы дома номер 15 по улице Свердлова знают, уж им-то такую причину бездействия. Руководство управляющей компанией не назовёт. Денег на счету больше 100 тысяч рублей. Но беда у них другая. Управляющая компания «Синергия» распалась на две организации. И теперь дом обслуживает домострой. Название другое, люди в организации те же самые. А накопленные средства остались на счету в «Синергии». И руководство бывшей управляющей компании решать этот вопрос не торопится. Уже три с половиной месяца не возвращает деньги жильцов. «Пришлось написать заявление, обращение в Государственную жилищно-коммунальную инспекцию Саратовской области. Их ответы я пока ещё жду. Работа с управляющей компанией «Синергия» у нас не заладилась. Даже в ходе мы к ним ушли под их крыло в начале 2018 года. Все проблемы, которые в доме возникают, решать крайне тяжело и крайне долго». Представитель собственников дома написала в «Синергию» заявление с просьбой в счёт с накопленных средств в графе текущий ремонт произвести в подъезде необходимые работы. Но в ответ тишина. «После того, как мной был получен отчёт от компании «Синергия», я написала заявление о том, какие работы мы хотели бы произвести за счёт средств с накопленных в графе текущий ремонт. К сожалению, мне не удалось пообщаться с руководителем этой организации. Он постоянно в весь отделах, в разъездах. Ни сметы расходов, ни коммерческого предложения по всем этим предстоящим работам они не предоставляют. Вообще никакой реакции на моё заявление просто не последовало в принципе. Я честно и порядочно пыталась с ними договориться без вмешательства сторонних организаций, но мне их не удалось». На первом этаже «Синергия» в 2018 году проводила покраску стен и потолка. А вот про остальные забыла. Более 10 лет назад в доме был пожар. Чёрные стены, потолок, обгоревшие провода. Всё это напоминает о нём до сих пор. И где здесь порядок и безопасность? На стенах и потолках паутина, пыль и грязь, как будто не убирались уже много лет. А на балконах, где лестничная площадка, вообще нет окон, пусто. С наступлением холодов это даёт о себе знать. «Ремонта толком нету, где у нас лестничный проезд. Ни окон нету, ремонта нету, как там баллы, если ребятишки что-то жгли ещё, можно сказать, в 90-х годах, как всё это и осталось. А ещё от баллов, хочу тоже сказать, не моют толком баллы. Деньги платим хорошие». Руководитель «Синергии» Антон Пономарёв, который, кстати, является городским депутатом, на просьбу пояснить ситуацию заявил. Никаких комментариев никто из сотрудников управляющей компании давать не будет. Может, для него 112 тысяч рублей – это невеликие деньги. Но жильцы имеют большие планы на свои собственные средства, оставшиеся на счету бывшей управляющей компании. Они уже представляют, как будет выглядеть отремонтированный подъезд. Главное, чтобы вопрос решился побыстрее.